Всем привет дорогие друзья и хорошего вам настроения, с вами Рэй, мы продолжаем играть в черепашки ниндзя легенды. Я давно не играл, потому что ребята, я еще раз говорю, слетел у меня эмулятор и только сегодня, ребята, я поставил черепашки. Мало того, что я поставил, я поставил их 3 дня назад, но я не мог войти, потому что постоянно надо было что-то обновлять, дополнять. В общем, я чистил место и то и сё, и пятое, и десятое, и только сегодня у меня, надеюсь, она будет нормально играть. Надеюсь, ребята, сейчас посмотрим, потому что там в поединках у меня сразу происходил вылет. Естественно, так как я неделю не играл, я нахожусь сейчас фиг знает где, в лиге самураев одна звезда. Ну-ка, проверим, проверим, я сразу, ребят, начну с боя, чтобы глянуть, вылетит у меня игра или нет, потому что до этого она у меня... Подожди, что я делаю? Что я действительно делаю-то, блин? Тут сороковые уровни, тут вообще на изи всё должно идти. Ну-ка, смотрим. Так, ребят, пошла, пошла игра. Вот. Я, во-первых, друзья мои, когда у меня эмулятор слетел, её загрузил, я не мог законнектиться. То есть у меня постоянно было предложение зайти как гость, а как гость это означает, что всё с самого начала. Поэтому я очень долго тут пыхтел для того, чтобы сделать вход через Facebook. Это нужно же было там VPN подключать, там париться. Что-то у меня долго. Раньше как-то всё с этим делом было попроще. Ну, я вроде бы поставил, всё, игра запустилась. Но начались потом следующие нюансы. Я не мог именно начать поединок. То есть я начинаю поединок, мне говорит, обновите данные. Я нажимаю ОК, и игра просто вылетала. Я уже почистил место. Я уже там, я не знаю, там кэш почистил. То может быть в этом проблема. Нифига подобного. Мне пришлось переустанавливать, точнее ставить новый эмулятор. На него ставить черепашки. Черепашки вместе, кстати, в Драконах, Саднике, Олуха, та же самая беда была. В общем, практически на новый эмулятор, новую игру. И вот только тогда, после того, что мы проходим обучение. Там в черепашках всегда, ребята, идёт началь обучение. До фазы обновления игры. После вот этой уже фазы обновления игры, тебе дают доступ подключиться через Facebook. То есть твоё сохранение идёт через Facebook. Тут нет такого, что через Google Play и там подобное. Вот. И только после этого я смог зайти. Только после этого я смог... Ну вот сегодня, ребята, я смог зайти. И как ты видишь, на поединках у меня не вылетает. Надеюсь, так оно и сохранится. Надо будет ещё потом посмотреть Драконы, Садники, Олуха. Там у меня тоже, ребята, что-то никак не могло... Именно когда начиналось событие, постоянно начиналось обновление. И во время обновления игра вылетала. Надеюсь, что и там тоже всё поправится. И, естественно, я там, ребята, уже продинамил то самое состязание, которое у нас было, которое я должен был пройти. Ну, опять же, ребята, это не по моей вине всё. Так, ну что, мы с тобой переходим в Лигу Самараев. А сегодня что? Сегодня суббота, ребят? Нет, я не знаю. Я не смогу, наверное, перейти в Лигу Мастеров, скорее всего. Ну вот. А потому что... Ребята, во-первых, рабочие смены у меня будут. И... И не успеем. Просто, ребятушки, не успеем. Ну, ничего с этим не поделаешь. Мне бы, конечно, хотелось бы дойти хотя бы до одной звезды. Потому что, если мы доходим, мы с тобой получаем осколки. А как раз нужное количество для того, чтобы нам прапать следующего персонажа в платиновый ранг. Вот. Ну, сегодня, дай бог, мы дойдём до Лиги Сёгунов. Я не знаю, две звезды. Может быть, это максималка, что будет. А в воскресенье у меня рабочий день. Это, опять же, если успеть вечером. Опять, если не будешь уставшим, запаренным и тому подобное. Потому что, вот, серьёзно говорю, приходишь с работы. Мало того, что... Постоянная темнота, полярная ночь. Уставший, как собака, на работе. Приходишь, перекусил. И тебя сразу, ребята, клонит спать. Потому что ты знаешь, что завтра, точнее, на следующий день, тебе опять вставать 4 часа утра. И... Какие-то движухи делать. И работать опять до 8 вечера. Но такое себе удовольствие, на самом-то деле. Вот. Плюс, не забывай, тренировки. Тоже выматывают. А не заниматься нельзя, потому что иначе раскиснешь. Начнешь бурхеть. Я, кстати, стал заниматься, ребята. Намного лучше себя стал чувствовать. В плане... Тут же как обычно. Ешь. Валяешься. Бока себе набиваешь, одним словом, да? А тут, во-первых, дисциплина появляется. Это раз. То есть, хочешь не хочешь, а заниматься надо. Главное, не перетренироваться. Главное, не перетренироваться. И лишний жир, который у тебя на боках, ребят, обрастает. Ты его начинаешь сжигать. Ну и планирую, наверное, через месяцочек опять вернуться к донорству. Потому что я занимался раньше донорством. Ну, я имею в виду кровь сдавать. В этом плане. Вот. И этот... Мне осталось там, по-моему, 15 раз сдать до почетки. Ну, не знаю. Посмотрим. Загадывать, как говорится, ничего не буду. Потому что у меня вечно так что-нибудь запланируешь. И все идет через это место. Но... Надеюсь, что все сработает. Так, ну что. Ну, пока, как мы видим, противники у нас ватные. И я их спокойненько здесь бомблю. Так. Это мы уже приближаемся. Да фиг-то мы приближаемся. Так, стоп. Ну, ладно, фиксим. Один балл там можно потерять. Точнее, один кубок. И так уже слишком много чего потеряли. Для нас, как говорится, это не впервой. Оно к этому привыкать не стоит. Так, сплинтер выжил. Но это такое, знаешь, секундное введение для сплинтера. Ну что, десятое место получим или какое там? Пятое. Шестое. Шестое местечко у нас зарабатывается. Ух. Четырнадцать восемнадцать. Давай я возьму, наверное, здесь Рафаэля. Кстати, ребята, а вы не забывайте, не забывайте, что в понедельник... А что у нас в понедельник получается? Так, в воскресенье я с утра. В понедельник я с утра. Блин, буст отменяется. Но, тем не менее, все равно пишите в комментариях, кого будем переводить, ребята, в платиновый ранг. Так, я надеюсь, все-таки я успею дойти хотя бы до Лиги Мастеров Одна Звезда, чтобы получить эти кубки. Платиновый, да? Кубки уже, о чем я думаю? Кристаллы, конечно же. Конечно же, кристаллы, кубки уже все в голове, ребята, каша. Такая вот трабла, такая вот проблема. Так, что у меня тут лежит? Никто, ерунда какая-то. Так, ну что, вжаривай давай. А мне надо для Лиги принять никотиновой кислоты. Точнее, не никотиновую, что я несу-то? Никотиновый, блин, янтарный. Никотиновую примешь, и все тебя там разъест. О, хорошо. Хорошо. Хорошо пошла, как детки в школу. Так, ну что, Леонардо пойдет у нас вот с этими. Ну, в принципе, ребят, тут, понятное дело, что уровень у всех маленький. Очень много времени пропущено, и, естественно, тут их всех сейчас будем чекрыжить, чекрыжить, еще раз чекрыжить. Естественно, Лео сразу с одной заходки их просто бумс, и положил баньки. Если мы сегодня дойдем до Лиги Сегунов одна звезда, это уже будет, ребят, прогресс. Почему я об этом говорю, ребят? Потому что чем дольше мы с вами не играем, да, тем очень сложнее и труднее продвигаться вперед. Из-за того, что все ниши начинают заняты быть, там уже сидят довольно серьезные крупные противники, и просто через них приходится продвигаться. Ну, как бы ты не продвигаешься через них, ты, как бы, так сказать, естественно, тут все абсолютно боты. Но, тем не менее, боты подстраиваются со временем именно так, чтобы тебе было труднее продвигаться. То есть, изначально ты продвигаешься быстро, потому что, как бы, откаты у всех. А дальше все сложнее и сложнее. Уж так сделана игра, ребят, так она заточена. А самое обидное, что вот эмулятор, который у меня накрылся, и, ребят, я не помню, какие там еще игры были. Блин, вот хоть убей, не помню. Я помню, что там у нас был ХКР, у нас была первая-вторая, черепашки, там были драконы-всадники Олуха, и все. И дальше, как обрезало, не помню я. Понимаешь? Просто я не помню. Ну, в данный момент я что, я на новый эмулятор поставил черепашек, драконы-всадники Олуха, и поставил туда же ХКР-ку вторую. Вот. Потому что всадники против лицорубов и все остальные игры, это уже были на другом эмуляторе. Так что, они как бы не пострадали. Ну что, сейчас у нас кожа головы здесь прыгнет. Блин, ну самое обидное, конечно, что очень медленное продвижение, и очень мало времени у нас осталось. Ну, я, ребята, не мог забить болтец, вы, потому что очень сильно просите меня, напишите в комментариях, там, Рэй, сыграй в черепашки, сыграй в черепашки. Я уже думал, может быть, не стоит заморачиваться, а потом подумал, блин, у нас же неделя подходит к концу, у нас же кубки эти все-таки идут. И осколки платиновые на подходе, так что, как бы, просто я сомневался, что мы вообще дойдем с тобой до Лиги Мастеров, если честно. А если мы до нее не дойдем, то смысл тогда нам тут терять время. Ты посмотри, мы с тобой сколько играем, и до сих пор они на 49 уровне. То есть, как мы с тобой сильно отстали. У нас бы в субботу, мы уже в топчике, 79 уровень бы, как минимум, у нас был бы здесь в поединках, а мы на 49 с тобой висим. Так что делай выводы. Вот. Ну, я надеюсь, хоть до Лиги Сегунов, да, до Лиги Сегунов, ребята, доберемся. Но только одна звезда, Лига Сегунов, одна звезда. Так, и персонажей-то у нас осталось. А все, это последняя катка, ребята. Это последняя катка у нас, получается. Блин. В эти тоже давно не играли растения против зомби, герои. Так, потом еще эти ловцы на зомби. Вот единственное, что вот недавно тут... Что я тут поиграл? А, тут новую игру для вас выкладывал. Выкладывал протанчики и... И лесорубы, да, и лесорубы. Так, ну что, здесь закончили, ребят. Давайте пойдем попробуем. Ага, серия... Ну, я не буду сегодня проходить, ребят, ее. То есть я не пойду на Кренгу уже в следующей серии, завтра. Хотя... Давай, хотя, завалим, ребят, пройдем. Пройдем все-таки два события эти. Наваляем Кренгу. Чего уж тут оставлять, как говорится, но потом еще что-то... Не вижу смысла. Так, даванули. Бомбанули. Так, меткость понизили. Жалко, кровотечение не повесили. Так, и вторая волна. Ну, а что там на второй волне? Бассовый атак есть у нас, интересно. Отлично. Так, Макман торнадо запускает. Донни половину добивает. Вообще добили почти всех, кроме Пицелицева. Все у нас шикарно. Ну что, погнали? Чего собрать и сбросить? Не надо ничего сбросить. Фига себе собрать и сбросить. Так, так. И, наверное, вот так. Ну что, Бакстер? Пора тебе отдуплиться, парень. Изи. Эти мелкие крэнги. Спел мелкий. Все-таки успел что-то там еще пухнуть, так скажем. Ну что, вот у нас и технодром. Они бы здесь вот в последнем поединке могли бы вставить музыку из Черепашки Ниндзя 3. Вот там прикольная музыка, когда дерешься с крэнгом. Так, ну что, половину ХП почти сожрал. Слабенько ударил. Так. Давай вот этот, наверное, удар сделаем с тобой. Ну и добивка. Все, друзья мои. Крэнг у нас повержен. Наши победы. Слава и пучесть, как говорится. И мы забираем с тобой награды. Так, ДНК из другого измерения. Нас это мало интересует, потому что все это у нас есть, друзья мои. Давай сразу открываем все. Одни черепашки. Нет, ну тут еще. Да, очень-очень скудная награда. Единственное, что вот 11 тысяч мутагена и 40 долларов. Это прикольно. Так, ну что, теперь пойдем. У нас, кстати... Да потом, господи. У нас 29 тысяч. У нас, наверное, не хватит, ребята, Лапекс поднять еще на уровень. А, хватает. Хватает, друзья мои. Ну что ж, 96-е она получает. Ищем дальше нашего Рафаэля. Где он у нас тут? Вот он. Ну и, соответственно, начинаем его прокачивать. Так, 10 катушек с пленкой надо будет. Одна. Так, вторая. Третья. Четвертая. Пятая. Сколько там? Десять надо было, да? Шестая. Седьмая. Седьмая. Восьмая. Девятая. Так, десятая. 10 катушек с пленкой, по-моему. Да, и 12... Блин, 12 номеров. Один нашли. Так, второй. Ну. Третий. Так, четвертый. Пятый получается, да? Шестой. Шестой, седьмой. И последний, ребят. Восьмой. Больше нету. У нас закончилось. Пицца. Забираем здесь награды. Угу. Такс. И теперь что, ребята? Теперь идем вот сюда. Вот в испытание. Не забывайте, еще раз говорю, ребят, усиление технологов проходить. А я погнал. На события. Так, так, так. И вот так. Так, орлики стоят, уже ждут меня, да? Слабо. Ой. Не то сделал. Надо было массово и лупануть-то. Пинь, пинь, сосисками получил. Что-то я сейчас не помню. Это сейчас кто там у нас как... Как этот... А, Аллапекс у нас как этот... Как Спайдермен, знаешь. Тьф. Взлетел сейчас. На каком-то там... О, ну, тьф. Да давай валуном, что тут? Смотреть, что на них, любоваться. Тут что? Тут самое главное, ребят, фармить. Фармить, фармить и еще раз фармить. Поехали. Будем пробовать. Нам нужно, естественно, ребята, эксперт снаряжения. Их просто немерено надо будет. Эй, 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 эй. Да ладно, ну... Есть. В конце, ребят, на самые последние попытки мы с тобой получили эксперт снаряжение. Ой, что? Все, все я тебе скажу. Больше мы пока здесь сделать ничего не сможем. Блин, я не знаю, ребята, завтра... Так, если вот мы с тобой перейдем сейчас в бой, глянем. Платиновые осколки. Они идут, ребята, 25-25 штук. Уже у нас есть как бы 25 штук. А нам надо... Ну, нам, в принципе, нужно 5 штук всего лишь. В любом случае, ребята, голосуйте за персонажа, которого будем мы поднимать в платиновый ранг. Я еще раз вам покажу. Вот у нас Змьякарай. Не в платиновом ранге. Тимати. Острозуб. Муха. Шенигами. Донателло оригинальный. Мотогеноид. Бибоп. Фильм. Доктор Роквелл. Рокстеди. Мандагека. Голубь Пит. Донателло классика. Микеланджело космос. Микеланджело фильм. Рафаэль фильм. И Рокстеди классика. Также Рокстеди кролик. Дальше у нас идет Кейси Джонс фильм. Бибоп. Леонардо оригинальный. Рафаэль классический. Рафаэль. Микеланджело классический. Саблезуб. Леонардо классический. Кейси Джонс. Микеланджело оригинальный. Морозильная кошка. Ксевермонте скрип. Бибоп классика. Бибоп кролик. Донателло фильм. Кирби мышь. Леонардо фильм. Рафаэль космос. Рокстеди фильм. И Эйприл О'Нилл. То есть персонажей еще довольно много. Друзья мои. Довольно много. Так что. Пишите. Голосуйте. А я буду на сегодня закругляться. Всем удачи. И до новых скорых видосиков. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.